всем доброе утро с вами ольга я от орехового дерева к вам сегодня с утра которая уже давным давно цветет и пахнет и даже вот уже пыльца появилась на сережках погода у нас все еще мерзопакостная но слава богу хоть снег прекратился кстати вот почки на деревьях уже вообще набухли вот это плодовые деревья здесь по дороге вообще в этом плане здесь классно идешь так у тебя кругом плодовые деревья то цветут то висит на них что-то снег у нас еще до конца не растаял хотя как вы видели в центре вообще снега нет вот я иду в сети как обычно за продуктами туда обычно хожу когда мне нужно что-то много а так в нашем отовариваюсь магазине я сегодня по спортивному в спортивном костюме и даже в кроссовках вот в общем у нас к вроде как целую неделю будет нормальная погода после чего на следующей неделе опять то снег то дождь в общем зима никак не хочет отступать в этом году зима была прямо вот зима несмотря на свой спортивный вид я накрасилась потому что сейчас вернусь домой разгружусь и буду видео снимать о подарках на 8 марта котята сегодня все в сборе он бомба еще не сидит здесь и какая-то новенькая пришла и они что-то на нее гонят бочку катят вот она пестренькая и не видно в общем наш хоть котики хотели подружиться с этой новенькой но она их обшипела и убежала но мы ее тоже накормили здрасте еще раз я уже дома сейчас я готовлюсь снимать видео о подарках на 8 марта но вначале я хочу прежде чем начну свою съемку ответить на вопрос одной моей подписчицы ольги мясниковой значит у ней был вопрос по поводу российских туристов которые первый раз приезжают в армению ну как я вам могу сказать я вообще у меня был опыт общения так скажем с туристами которые первый раз приехали в армению это мои подруги из тюмени они были здесь три года назад в конце апреля как раз в этот момент когда город бурлил от так называемой революции но несмотря кстати на это им все очень понравилось и не остались довольны и рвутся до сих пор сюда приехать какие гостиницы лучше или какие сайты по подбору номеров значит гостиницы здесь я вам скажу что их ну немеряное количество лично я разрегистрирована на сайте booking и все свои отели бронирую самостоятельно через этот сайт точно также и своим подушкам я бронировала отели через этот сайт то есть вы на него заходите вы набираете туда что вам нужно даты водите и у вас там миллиард выходят вариантов где угодно и в центре и не в центре но я вам скажу что даже в центре не таких сетевых так скажем отелях такие как-то мариот там или рома да там что еще сетевые которые есть в принципе в любом в любой столице любого государства практически вот в них понятное дело цены заоблачные но точно так же есть небольшие отели которые расположены буквально вот так рядом с ними но цены в них доступные то есть практически в центре города можно снять номер за доступную цену точно так же как можно снять номер за бешеные деньги то есть вы заходите на сайт и выбери их много таких сайтов но лично я вот я пользуюсь букингом я заказываю в отеле в других городах и в странах через букинг и я заказывала своим подружкам здесь точно также через букинг так в плане вопроса по туристическим местам ну я не знаю как на этот вопрос можно ответить потому как самого начала моих блога я периодически показываю туристические места я говорю что вот сюда любят туристы приходят мы сами там гуляем например там мы в монастырь татев ездили у меня есть видео и в джермук и на сиван в общем я периодически показываю просто нужно смотреть в плане как найти какую-то компанию которая вас будет возить я тоже скажу это ни в коем случае не реклама это мой личный опыт с моими подругами все экскурсии они осуществляли через компанию которая называется хьюр их офис находится в центре оттуда они забирают туристов развозят их по экскурсиям цены самые разнообразные ну в принципе около пример например экскурсия сиван дили джан вот я помню стоило 10 долларов по моему с человека если это какая-то двухдневная экскурсия или подальше куда-то естественно дороже будет стоить ну такие приемлемые цены в общем недорого насчет питания в ереване с этим проблем вообще нет буквально на каждом шагу есть кафе кроме того есть такие вот ну я не буду уже говорить про то что есть фастфуды на типа там киев си либо там бургер кинга и тому подобное есть еще и местная сеть вот таких вот можно сказать фастфудов которые называются карас где можно очень дешево поесть и в принципе включая национальную кухню но в то же время есть рестораны очень модные у туристов которые находятся в центре города и там цены и побольше и подороже но я вам не скажу что там кухня лучше вот может быть и не лучше вовсе просто из-за того что тогда толпы туристов ломятся но поэтому они дороже естественно деньги делают так где можно погулять я ответила да я уже в видео показываю где в основном гуляли гуля гуляем мы там же гуляют туристы потому как вот в самом ереване в принципе один маршрут да это лестница каскада дошли до оперы потом северный проспект этот площадь республики и дальше через фонтаны в парк 2800 лет это такой пеший так скажем маршрут точно так же и музей я вам периодически показываю например мы с детьми ходили на выставку айвазовского картинную галерею которая находится на площади республики туда обязательно тоже все идут ну и плюс таких много маленьких всяческих музейчиков не без проблем в общем можно найти на любом сайте так магазины с разнообразными товарами типа российская лента и метро или метро или метро извините не знаю я в россии уже 300 лет не было а сколько я не была в россии последний раз я там была эдом беременная ему уже 14 лет так что вот считайте сколько я не было но и какие магазины те же самые которые вот хожу я я вам его часто показывают ереван сити который тоже разбросан по всему городу но в ереване с магазинами вообще проблем нет потому что очень много маленьких магазинчиков которые так скажем частные они находятся на первых этажах домов там в принципе все можно купить в плане там если допустим вы не отель снимаете да а например вы сняли квартиру точно также на сайте booking можно найти квартиру либо апартаменты отелевские и вы хотите питаться у себя то есть не проблема найти какие-то варианты для того чтобы купить продукты буквально я говорю что в каждом доме что-то есть либо магазин либо кафе либо какая-то закусочная либо что-то еще так что же еще про май и июнь какая погода май и начало июня это лучшие месяцы в ереване точно также к сентябре октябрь потому как еще не жарко но уже не холодно и как раз уже в эти месяцы в конце апреля появляются появляется клубника в больших количествах это сезонная уже та которая не тепличная которую уже собирают вот в полях так скажем вот больших количествах она уже и не так дорого стоит естественно в уже в мае и к концу мая появляются уже вообще масса разнообразных ягод это и черешня это и вишня черешня так скажем разных сортов она очень вкусная и что еще можно в этот момент купить в конце апреля также еще появляются такие местные фрукты которые наверное в россии не едят ну вот например я покупала что попробовали мои подруги им очень понравилось это такие зеленые сливы которые здесь называется шелор это недозрелая алыча вот зеленые именно пока они еще не набрали цвет свой они очень вкусные пользуются здесь популярностью точно так же здесь еще и едят зародыш абрикосов то есть пока там еще косточка не затвердела они там совсем вот такие вот малюсенькие и их тоже едят вместе с косточкой это тоже очень вкусно и так скажем такой специфический продукт который я знать не знала что едят плюс здесь появляется очень много зелени в этот момент и спаржа в больших количествах и и крапива то есть я не знаю едят ли это в россии но вот я говорю что нашим гостям очень понравилось спаржа они в восторге от нее общем остались и стоит нас здесь недорого вот так что если у вас ко мне какие-то личные вопросы есть я всегда оставляю внизу этот ссылку на свою почту вы можете мне написать на почту я вам отвечу если вас конкретно что-то интересует ну я надеюсь я ответила на ваш вопрос если еще кого-то что-то интересует пожалуйста спрашивайте а я сейчас займусь видео о подарках на 8 марта так что ждите следующее видео я вам это все покажу на солнце появилась же 5 гул стоит сегодня опять везде некий истребители летают не знаю для чего и почему и чьи это армянские или российские у нас не видно обычно когда допустим веру в массе или в центре находишься той видно эти самолеты как летают вот и еще хочу добавить к вопросу по туристам насчет того что с какой валютой ехать хотя вы об этом не спрашивали но явно это интересует многих если у вас есть рубли езжайте с рублями не нужно покупать там специально доллары или евро чтобы здесь менять здесь без проблем в любом обменники меняют рубли ну курс естественно как сказать то меняется но в принципе довольно таки стабильный остается в общем нет смысла покупать валюту и ехать сюда с другой валюты если у вас рубли то пожалуйста с рублями но я так понимаю что основная масса туристов вообще с картами ездит но например есть такие места вот как раз те же маленькие магазины или на рынке у вас карта не примут там нужно наличку иметь а как вы понимаете что снимать с банкоматом это процент в принципе капают так что смотрите как вам будет удобнее вести рублей или ехать с картами и по поводу того что здесь языковых проблем однозначно нет практически я не знаю 90 на процентов разговаривают понимают на русском кто не понимает это скорее всего приезжие из других стран так скажем европейских или из америки они не могут не понимать по-русски но основная масса понимает также и в магазинах и на рынке и в кафе в кафе кстати говоря мы встречали официантов которые не говорили на русском но они говорят на английском но по-любому принципе в ресторане то не проблема разобраться да все меню обычно идут с фотографиями тыкнул пальцем и разобрался но в плане ехать не ехать вот пока такая ситуация так скажем непонятная да сейчас спокойно завтра не спокойно после завтра опять спокойно в общем следите как скажем за ситуацией если все нормализуется то естественно без вопросов ехать если так как сейчас когда в любой момент могут перекрыть город и опять начнутся проблемы с передвижением например когда мои подруги приезжали они на сиванской трассе просидели в автобусе четыре часа пока не открыли дороги сами понимаете что это мало приятного поэтому еще раз повторюсь следите за ситуацией прежде чем решить поехать или нет в общем вот такое мне дополнение небольшое все сняла это видео про подарки на 8 марта знаете что самое сложное в этих видео они же у тебя лежат каждый в пакете да в каком-то там в заводском так скажем в каком-то их получил и после этого ты их а тут достаешь показываешь после этого тебе нужно это все обратно сложить в пакеты потом в подарочные пакеты и в общем именно вот на это время после видео очень много занимаю часть потом что все это на полу эти упаковки валяются собрать пылесосит а мне еще обед готовить так что сейчас займусь домашними делами сегодня я готовлю такое армянское национальное блюдо которое называется куркот это такой суп или похлебка не знаю как правильно назвать мне нужна свинина и мне нужен на вот такая вот одна из разновидностей пшеницы которая называется завар тут и на русском тоже написано название так готовится он очень легко и не требует к себе вообще никакого внимания отдельно варим это отдельно варим это затем когда вода полностью выпариться из крупы заливаем процеженным мясным бульоном свиным и иногда из гуся еще готовят этот куркот и потом туда такие крупные куски мяса кладем вот крупа сварилась и сейчас нужно сюда налить процеженный бульон и дальше продолжаем варить крупу до тех пор пока бульон не приобретет такой белый оттенок ну примерно весь процесс занимает около четырех часов наверное я имею ввиду весь процесс от самого начала варки и до готового блюда это продолжает вариться отдельно бульон в котором варится крупа начинает уже потихоньку белеть поэтому сейчас время разобрать мясо и добавить его сюда в крупу мясо в куркоте должно быть много это в принципе составляющие такие да это бульон крупа мясо все больше никаких ингредиентов здесь нет кстати это единственный суп который ест армине больше она ни под каким предлогом ни один суп не ест в общем крупа уже в принципе разварилась но она должна в кашу прям развариться она не должна быть твердой все сейчас варю еще наверно минут 40 и выключаю ну и поскольку куркот это все-таки тяжелое блюдо как вы понимаете и она так скажем на прохладную такую погоду когда хочется согреться нужно приготовить к нему что-то легонькое которое поможет его перевариванию поэтому я приготовлю шпинат вот у меня три пучка сейчас кстати зелень подешевела потому что уже тепло и и полным полно один пучок стоит 100 драм это сколько получается до 20 центов кажется если я не ошибаюсь но очень дешево очень стал стоить так но из этих трех пучков получится порция где-то на двух человек потому что любая зелень она очень уваривается как готовить шпинат я уже по-моему показывала расскажу вкратце моем хорошенечко бланшируем пару минут в кипятке и затем на сливочном масле тушим тоже пару минут и все он готов вкусное и полезное блюдо и готовый шпинат выглядит вот таким вот образом кстати из шпината можно сделать и салат для этого нужно нас растительном масле поджарить мелко нарезанный лук потом добавить туда же шпинат бланшированный немножечко протушить вместе с луком затем все это дело остужаем и добавляем мелко нарубленные грецкие орехи получается очень вкусный салат у нас уже ночь и я буду с вами прощаться все кому понравилось видео пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии всем здоровья удачи пока и до встречи 8 марта